Дилерские центры нового москвича откроются в Казани. Сколько будет стоить китайско-российский кроссовер и как обслуживаться, мнение эксперта. Захват чужой земли самое частое из нарушений земельного законодательства. В Татарстане всего их выявили полтысячи. И про щедрость работодателей, аналитики рынка труда, о том, насколько выросли предлагаемые зарплаты за последний год. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. В Казани появятся дилерские центры по продаже москвичей. В Казани и еще в 11 городах страны. Всего 25 дилерских центров бренда. Об этом заявила компания-производитель. Автомобили «Москвич», как обещают, поступят в продажу уже в феврале. На минувшей неделе на встрече с президентом страны мэр Москвы Собянин озвучил планы, цитата, «за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили с большим количеством комплектующих, произведенных в России. Пока российская машина «Москвич» китайская. В девичестве она называлась «Джак ДжС-4». Это точная копия китайского автомобиля фирмы «Джак». Давайте посмотрим. Да, есть у нас. Соответственно, здесь именно идет речь о крупноузловой сборке. Можно сказать, это даже предпродажная подготовка. То есть, как все это делается? На заводе в Китае выпускается автомобиль, разбирается на крупные элементы. То есть, снимается двигатель, снимается подвеска, колеса, коробка передач, упаковывается, приходит на завод. И уже на заводе здесь ее собирают. Таким образом избегают таможенных пошлин. И, соответственно, это не сборка, не выпуск автомобиля в нашем понимании. Это действительно сборка. Сейчас у бренда две модели. Бензиновый паркетник «Москвич-3». Его цена с 2 миллионов начинается. И электромобиль «Москвич-Е3». Его ценник стартует с 3,5 миллионов. Серийная сборка авто на заводе «Москвич» началась в конце ноября прошлого года. В планах на 2023 50 тысяч автомобилей. Про адекватность цены, обслуживание и доступность запчастей мы спросили автоэксперта. Учитывая то, что в Китае данный автомобиль на наши деньги сейчас по курсу стоит 1 миллион рублей, то накинуть еще полтора – это, в принципе, бизнес. Для дилеров интересно будет, если это будет массовая машина, если ее будет покупать, строить дилерский центр для продажи 3-4 машин в год или полгода. Им неинтересно, соответственно. В самом негативном, при самом негативном развитии событий, учитывая то, что в самой компании «Джак» контрольный пакет акций принадлежит «Фольксвагену». Который ушел от нас, правильно? Да. Если «Фольксваген» там не топнет ножкой и не скажет, прекратить все общение с Россией, то, я думаю, будет все хорошо с запчастями. Потому что с китайскими запчастями пока все нормально. Тем, кто ищет работу в Приволжском федеральном округе, сегодня предлагают в среднем 48,5 тысяч рублей в месяц, узнали аналитики HeadHunter. Они изучили свежие зарплатные предложения. За год предлагаемые зарплаты прибавили в среднем 6%. Татарстан ровно в середине этого списка у нас плюс 6% в году. А вот в Оренбургской области, например, самые экономные работодатели. Они готовы новым сотрудникам прибавить только полпроцента к прошлогодним зарплатам. Наиболее заметные приросты наблюдаются в Мордовии. Плюс 9% до 46,4 тысяч рублей. В Пензенской области плюс 8% до 45,2 тысяч рублей. В Удмуртии плюс 8% до 46,3 тысяч рублей. И в Самарской области плюс 8% до 47,2 тысяч рублей. В Татарстане выявили более полтысячи нарушений земельного законодательства. Это итоги 2022 года. Виновников оштрафовали на 5 миллионов рублей. Чаще всего правонарушения в сфере земельного законодательства связаны с использованием земель без документов. То есть речь идет о самовольном занятии земельного участка. На втором месте нецелевое использование земли. При этом хочу подчеркнуть, что правильное и своевременное оформление прав на недвижимость, установление границ своего земельного участка позволяет собственникам не только полноценно распоряжаться своим имуществом, но и обезопасить себя от мошеннических действий и защитить себя при земельных спорах. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами и до встречи.